Эти поля расположены неподалеку от села Озенсу. Пять белорусских комбайнов по лесу радуют глаз местных фермеров. Машины принадлежат СПК МДС ИРТС-2017, которые учредили 13 мелких и среднекрестьянских хозяйств, у которых небольшие владения от 200 до 1000 гектаров. Все вместе засеяли 4700 гектаров. 30% площадей зерно уже убрали. Средняя урожайность 10 центнеров с гектара. На сегодняшний день мы приобрели по программе пять комбайнов по лесу GS10. Прямо ствольная жадка универсальная. Отдельно мы брали ее. И подборщик к нему же. Гомель Сельмаш. Каждый комбайн по лесу обошелся в 46,5 миллионов тенге с выплатой в течение 9 лет. До этого у жениса Ханапьянова было 4 старые нивы, которыми убиралось до 20 гектаров в день, при этом терялось до 3 центнеров на гектар. Новыми можно убирать до 50 гектаров в день, а потери минимальны. Вам надо очень четко отработать логистику. То есть, чтобы комбайн не стоял ни часу. Если вот у фермера какого-то убирает, нету вывозки, прямо на поле валите его. Валите на поле, ставьте, расчищайте, валите, чтобы он потом сам пусть думает, как убрать. Поэтому ни одного часа вы не должны стоять. И потом не ждите влажность 14%. За всю уборку базисная влажность может быть всего неделю. Качество зерна довольно высокое. И глава региона дал слово, что такая продукция будет покупаться у крестьян за 50 тысяч тенге за тонну. Булат Бакауф также посоветовал МТС и РТС приобрести передвижную сушилку, пригласить опытного бухгалтера, понимающего агрономию. В разговоре с главами крестьянских хозяйств Акимобуси вновь поднял тему диверсификации посевных площадей. На дни зерновых не стоит замыкаться. К примеру, сейчас лен можно продать по 85 тенге за тонну, чечевицу за 150 тенге. Это школа в Агашарыне, одном из опорных сел района. В здании протекает кровля, требуется заменить стекла. Средства на это можно изыскать в районном бюджете. А вот запрашиваемые на ремонт сельского дома культуры 80 миллионов тенге вызвали вопросы. По словам Булата Бакауфа, легче построить новый ДК за 100 миллионов тенге. Почти такая же история с ремонтом этого жилого дома, на который просят слишком уж большие деньги. Легче отдать его переселенцам. Разумеется, что опорные села будут поддерживаться, но необходима четкая программа развития. Да и с ценами на стройматериалы надо разобраться. В Алмате кирпич стоит 18 тенге, в Актюбинске 23 тенге, у нас 50. Давайте тогда будем возить их, актюбинских бизнесменов, пусть у нас стоит, кирпичный завод строит. Все вот такие сметы. В райцентре глава региона ознакомился с обновленным операционным залом центра занятости. По словам Булата Бакауфа, сотрудников можно загрузить дополнительными обязанностями, ведь принимать всего до 10 человек в день для такого центра – роскошь. Затем Аким Серик Батаргужинов представил план развития своего Иртышского района на 2017-2019 годы. Среди них доведение до логического конца обустройства опорных сел – Северный, Агашарын и Голубовка. 35 проектов благоустройства Иртышска. На все эти цели на два года требуется 2 миллиарда 300 миллионов тенге. Но по некоторым проектам вопрос, увы, сдвигается по срокам. Конечно, все это надо делать, но надо четко разобраться в сметах стоимости и необходимости, как это упростить. На сегодняшний день, чтобы благоустроить и достойный населенный пункт, как Иртышск, был благоустроенным, 2 миллиарда тенге на два года – это не такие уж большие деньги, чтобы он был достойным районным центром. Как подчеркнул Аким Обусий, в Иртышском районе направление развития выбрано верное, но возникает сомнение по цене вопроса. Все должно быть близко к реальности. В идеале, к которому надо стремиться, проекты готовят до ноября. В декабре проводят конкурсы, в январе-феврале закупают сройматериалы и с весны приступают к работе. Мурат Белмажет, Канат Ахмеджанов, Иртышинфорум, из Иртышского района.